Сергей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Часто ли к вам обращаются по имени Учатуйновы? С возрастом все это чаще и чаще становится. Когда мне, если я доживу, будет 60, я думаю, что это будет постоянное обращение. Из культурной столицы прямым рейсом, авиарейсом, даже ездопензорейс оказывается Санкт-Петербурга. Я тоже не ожидал. Я тоже не ожидал. Вот это вот противопоставление столицы и провинции. Раздражает вас? Я думаю, что оно искусственное. Сейчас его уже, конечно, нет. Приезжая из Москвы в ту же самую Пензу, ты видишь одни и те же китайские унитазы в гостиницах, одни и те же вещи, купленные в МЧНД. Так что я не вижу разницы большой. То есть нет столичных снобов и провинциалов? Снобы есть. Они всегда будут. Есть и провинциальные снобы. Есть? Конечно. Просто провинциал считается, что это такой недалекий, отчасти детский человек. Не думаю. Но сейчас, во времена скоростного интернета, наивность провинциальная – это миф. Я думаю. – Вы активный пользователь вот этим самым скоростным интернетом? – Ну, не думаю, что самый активный. Но меня нет в Фейсбуке, меня нет ВКонтакте. Я знаю, что это есть, но я там не сижу. – Зато вы есть в Инстаграме, Сергей Владимирович. Вы зачем-то подсадили меня на свой Инстаграм, как наверняка и тысячи подписчиков. Вместо «Коняги на ночь» теперь принято считать в хорошей компании Инстаграм Сергеевич. Для чего вам это нужно? – Ну, во-первых, мне показалось, это самая агрессивная среда Инстаграма, потому что она не предполагает там никакой рефлексии. Мне показалось это интересно. Как, вот, возможно ли плыть против такого сильного течения. Но, казалось, пока плыву. – Ну, вот в кэшах, понятно, сохранится страница Инстаграма. А вот как это все сгруппировать и книгу выпустить? – По мотивам Инстаграма Сергея Шнурова? – Нет, ну, книга, во-первых, это уже некое системное учение или знание, как угодно можно назвать, только закавычить нужно. Мой Инстаграм как раз кричит о несистемности подхода. – Вокруг и внутри. – Да, что подход не может быть системным. А любая книга – это система. – Бороться против системы нужно, стоит? – Это не борьба против системы. Это видение ее отсутствия, что любая система – это иллюзия. – Ну, давайте о системе отечественного кинематографа поговорим. Вы теперь частый гость вообще на экранах? – Ну, так с года 2002-го. – Вот я с удивлением в Инстаграме обнаружил, по-моему, не вашу фотографию, где вы сидите на инвалидном кресле, что-то говорите в интернете, в айфоне и вокруг вас детишки. Что за фильм снимаете? – Да, это фильм «Приличные люди». Это дебют режиссера, что еще сказать. Мне показалось, что это какой-то может получиться интересный проект, потому что это не смешная комедия. То, что я люблю. Такой какой-то странный. – А можно расшифровать для «Провинциала» не смешная комедия? – Ну, близко, наверное. Это «Братья Койновы» снимают не смешные комедии, да? Что-то такое странное. – В каком возрасте ты начинаешь понимать, что дети – это наше все? Просто умилил мне эту фотографию, когда они вас вокруг окружили, там всячески пытаются пощупать, потрогать, и вы индифферентно сидите, возите в интернете. – Дело в том, что вот эти дети, которые меня там, так сказать, няшкали – это хорошее слово. – Хорошее. – Да, почерпнутое из инстаграма как раз. Это актеры два. С ними мы прошли огонь и воду и медные трубы. Очень классные и такие замечательные пацаны. Вот, бойкие. – Оказались или все-таки… – Ну, они есть по жизни, да, они играют таких. Ну, и как актеры они талантливые. Один так вообще просто молодец. – Будущее телевидения – оно мрачно. Будущее за YouTube? Я сужу просто потому, что вы выкладываете все свои работы, мини-клипы в основном сейчас на YouTube-канале. – Мне сложно судить, потому что я не пользователь телевизора, впрочем, как и YouTube. YouTube – это средство доставки. Если бы у меня был канал в телевизоре, я бы пользовался телевизором. Телевизор, как и YouTube – это не идеология, а всего лишь средство, которым ты… YouTube пользоваться проще, да, мне не нужно договариваться с программным директором, мне не нужно утверждать клип, мне не нужно запикивать то, что нужно запикивать. – То есть мы живем в век информационного коммунизма, получается, вот сейчас? – Анархия. Почему коммунизма? – Информационная анархия? – Конечно. – Вам нравится? – Мне сложно сказать, нравится или не нравится. Я просто нахожусь в этих условиях, да, я ими пользуюсь. Я пытаюсь эти условия сделать для себя выгодными. Когда ты находишься в позиции нравится-не нравится, если тебе не нравится, значит, ты уже заведомо проиграл, если тебе нравится, то ты тоже заведомо проиграл. Нужно просто этим пользоваться, да, и поворачивать ситуацию так, как тебе она удобна. – Ну вот я услышал, цеплюсь за слово «выгодно» и «удобно». Вот когда обвиняют Ленинград и, в частности, вас, что группы – это на самом деле бизнес-проект, а не что иное. Достали эти обвинения? – Нет, ну, во-первых, для меня это звучит, как комплимент, да. Потому что очень мало, к сожалению, да, людей в нашей стране, которые могут похвастаться сделанным успешным бизнес-проектом, который существует 15 лет. Даже Евгений Чичваркин был вынужден уехать, вот. А я, тем не менее, сижу и до сих пор что-то делаю. – И что удивительно, в Пензе. – Да, и сижу в Пензе. Поэтому, почему? Для меня это, действительно, высокая оценка. Если кто-то видит в этом бизнес-проект, то это хорошо. – Вот внешне очень сильно изменились. Комплимент позволите вообще, да? Какой-то новый стиль в одежде. Трансцентром себя ощущаете, вот, законодателем мод? – Да нет. Не, на самом деле, модником я был всегда, да. Просто мало кто меня видел живьем. – То есть, у меня просто и у зрителей нашей программы есть уникальная возможность видеть живьем модника Сергея Шнурова. – Да, это правда. Трансцентр – это кто? – Это кличка, ну, или порода собаки. – Да, я не понимаю, что это такое. Я понимаю, что такое тренд, да, это как бы вектор движения, наверное, если перевести на русский. И мне как раз недавно пришло в голову, что трендеж и тренд – это однокоренные слова. – Это, то есть, англичане нас заимствовали все-таки, да? – Думаю, что да, да. Что трендеж – это какая-то такая рябь, необязательный разговор, да. То бишь, и тренды, в принципе, это такая хуитель, на которую внимания обращать не стоит. Это проходящая история. – Вы не обращаете на тренды внимания? – Впереди тренды ты быть не можешь. Нет, почему? Я, конечно, не обращаю, я их задаю всегда. – Вот вы дали себе определение. – Тот человек, который обращает внимание на тренды и пытается за ними следовать, он все время опаздывает. – То есть, они лохи? – Не, ну это всегда опоздаешь, да, потому что это сделал не ты. – Много говорится о том, что сейчас альбомы выпускать, а, невыгодно, б, неудобно, что песенки в iTunes скачал, ну или просто, говоря, спер из интернета с торрентов. Альбом новый ждать? – Да, альбом новый будет. Тут как раз не вопрос экономической выгоды, невыгоды, да, просто есть там некое высказывание. Вот его нужно, я считаю, что его нужно донести. Экономически, по идее, да, ну если вообще думать про экономику, то популярной музыкой нужно было перестать заниматься в 2010 году. – Это вот что за точка отчет, вот именно в 2010 год, почему? – Ну, 2010 год, когда все тенденции уже сложились, такие общие потоки, когда стало понятно, что музыка сама по себе… Это триумф Леди Гаги, вот что это такое. Это, собственно говоря, слияние моды, фэшн, интерьера, поведения, где музыка является сопровождающим элементом всего этого большого проекта. – А Ленинград сейчас догоняет Леди Гага? – Ну, Ленинград ее перегнал в свое время, да, если бы мы не… Мы обратно вернулись, собственно, на сцену в 2010 году, когда я понял, что пришла наша эпоха, да, когда музыка уже не важна. А мы так как хуевые музыканты можем тут кое-что показать. – Да нормальные вы музыканты. Огромное спасибо, что приехали в Пензу, огромное спасибо за весело. – Спасибо, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok